За моей спиной Вашингтон-бридж, который соединяет эту часть Манхэттена с Нью-Джерси. Какие раритетные тачки! Опа! Вот видите, везде все Нью-Йорки вот так вот прикрепляют свои велосипеды, мопеды вот такими вот замками. Потому что в Нью-Йорке действует принцип «все, что плохо лежит, то мое». Играет очень громко латиноамериканская музыка, и вон танцуют люди. На районе, в моем черном квартале, в Гарлеме, в основном со всех углов, звучит рэп, моя любимая музыка. А тут латиноамериканская, вот так вот. Я думаю, тут в любом случае снимать более безопасно, чем у меня на Гарлеме 125-м. Мост из Манхэттена в Бронкс. Hi guys, здравия! Всем с вами Влад Мадис. Мы в Вашингтон-Хайтс. А сегодня мы продолжаем исследовать районы Манхэттена дальше. Я говорю вам, итак, поехали! Перед началом ролика не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. И вот сейчас мы приближаемся к очень красивому мосту. Смотрите, прямо сейчас вы можете лицезреть мост, который соединяет эту часть Манхэттена с Нью-Джерси. В общем, переехав через этот мост, вы попадаете в другой штат. Смотрите, мы находимся на одном берегу Нью-Йорка. И пересекая реку Гудзон через Джордж-Вашингтон-Бридж, мы попадаем в штат Нью-Джерси. Вот так вот. Покажу вам все по кругу. С погодой нам сегодня опять повезло. Так что вот такой вот мост, соединяющий два штата. Прямо сейчас мы идем под мостом и попытаемся попасть на него. Вот вы видите, как он выглядит на картинке. А мы попробуем попасть на него. Я думаю, что вот вход Джордж-Вашингтон-Бридж-Бас-Стейшн. Это значит станция, но, может быть, через нее можно попасть на сам мост. Давайте попробуем. Вот еще, смотрите, какая красота. Смотрите, сейчас покажу вам автобусы на Нью-Джерси. Купив билет и сев на этот автобус, можно уехать не на своей машине, а на автобусе в штат Нью-Джерси. Такая вот станция. Мы попробуем сейчас найти выход над самым мостом, показать вам панораму Нью-Джерси с видом на Нью-Джерси. Если видео нравится, то ставьте лайк. Погнали дальше. Вот такой вот вид открывается на небоскребы, на сам мост. Видите, еще вот вблизи показываю, с помещения. Вот это вот мост. Такие пробки. А то небоскребы Нью-Джерси. Сейчас пойдем исследовать Нью-Джерси дальше. Повторюсь, мы находимся в районе Вашингтон-Хайт. Это между Инвудом и Шугахилл. Поро Инвуд вы найдете интересный ролик на моем канале. Ссылочку на него я оставлю вам в описании данного ролика. А мы погнали дальше. Короче, ребята, за моей спиной Вашингтон-Бридж, который соединяет эту часть Манхэттена с Нью-Джерси. Вот такие вот дела. А если вы еще не подписались на мой канал, то это надо сделать прямо сейчас. Поставьте лайк, нажмите подписаться. И еще немножечко Вашингтон-Бридж вблизи. С красивого, как говорится, ракурса. И сейчас еще и посмотрим на Нью-Джерси сблизи. Получилось добраться к классной локации. И заодно сейчас вам покажу Гудзон-реку, Hudson River. Вот она, разделяющая два штата. И вот такой вот дом. Прямо на краю. И вот такой вот красивый пейзаж. Немножечко мусора в коллекцию. А вообще красиво. Так, смотрите, продолжаем прогулку по Вашингтон-Хайтс. И смотрите, куда я попал. Какие раритетные тачки. Опа! Это просто... Не знаю, может фильм какой-то снимают. Но тачки вообще огонь. Вау-вау-вау. Да, прямо выставка старинных автомобилей. Это я удачно зашел. Ну что, продолжаем прогулку по Вашингтон-Хайтс. Сейчас мы находимся на 177-й улице. Раритетные тачки я вам показал. Вон вывеска. Вашингтон-Авеню. Посмотрите, какая атмосфера царит. В основном в округе меня одни латиноамериканцы. И слышится в основном преимущественно испанская речь. И обратите внимание, какие необычные домики. Они все похожи один на другой. Все вот такого вот формата. С черными лестницами боковыми. А с другой стороны красные домики одинаковые. И очень повезло с погодой. Солнышко, ну немножечко ветерочек, но не страшно. А вот сейчас вот мы пойдем под строительными лесами. И хочется рассказать, что все эти строительные леса собирают латиноамериканские ребята. Собирают их очень быстро. Вот такую конструкцию можно собрать приблизительно за день. Максимум два. Везде освещение, чтобы люди, когда шли, не врезались лицом в столб. А вот там, вот дальше, видите, более низкие потолки. И тоже освещение сделали на самом потолке. Все достаточно хорошо закреплено. Можете посмотреть сами. Закручено, ничего не шатается. Так что все делается для граждан, для их безопасности. Потому что сейчас идет реконструкция этого здания. А вот и вход в само здание. Так что вот так вот. И вот видите, везде все нью-йорки вот так вот прикрепляют свои велосипеды, мопеды. Вот такими вот замками. Потому что в Нью-Йорке действует принцип, все, что плохо лежит, то майор. Причем оставил что-то, через минуту этого уже нет. А если вы еще не подписались на мой канал, то сделайте это прямо сейчас и поставьте лайк. Смотрите, что хочется отметить. Район относительно чистый. Цены дешевые. Есть супермаркет Marshall, где можно купить вещи по хорошей цене. А сейчас мы находимся непосредственно в магазине Marshall, в котором я покажу вам много-много интересных цен на женскую и мужскую одежду и не только. Естественно же и цена более дешевая, чем в центре Манхэттена и так далее. А вот сейчас мы дошли до того самого знаменитого Бродвея. Вот он. Тот Бродвей, который проходит через весь Манхэттен. Если мы сейчас поедем с этой части Манхэттена в направлении понижения, 177-й, 176-й улицы, на которой мы сейчас находимся вниз, то мы доедем до того Бродвея, который пересекается с Таймс-скуэр и так далее и тому подобное. Короче, с самым-самым центром. Инфраструктура хорошая. Везде играет латиноамериканская музыка. Аж хочется танцевать сальсу или румбу. И видите, много фармаций, это аптеки, всевозможных магазинов, смок-шопы, продуктовые. Вон какая красивая церковь в стиле Биг Бен. А это Юнайтед Палас. Смотрите, это, я думаю, кинотеатр или что-то типа того. Варите какое-нибудь. Ой, музыка какая-то. Там прямо танцы. Играет очень громко латиноамериканская музыка. И вон танцуют люди. Короче, атмосфера классная и обстановка по кайфу. Не знаю, забанит эту музыку YouTube или нет, но сейчас покажу вам танцы. Он только стал снимать, люди разошлись. Короче, в этой части Манхэттена, в Нью-Йорке, латиноамериканская движня происходит. Гитарец, музыка вот такая со всех углов. И летом, говорят, тут сумасшедшие движухи и танцы. Иду, кричу просто, потому что музыка латиноамериканская бьет по ушам. Ощутите колорит и атмосферу этого района. Вон какая сладкая попка двигается. Опа! И голубя. И вот, смотрите, дошли мы до Ландромата. Значит, что? Можно подстирать вещи. Пратичная на русском языке. На районе, в моем черном квартале, в Гарлеме, в основном со всех углов, звучит рэп. Моя любимая музыка. А тут латиноамериканская. Вот так вот. И вот немножечко прогулялись дальше. И смотрите, какая красивая католическая церковь. Вообще, я говорю это очень часто в разных своих видосах. Но я восхищаюсь архитектурой. Католических костелов. Они очень-очень красивые. А вот обувь кто-то продает на улице. Давайте вблизи посмотрим. И сделаю такую панорамную съемочку этого района. Я думаю, тут в любом случае снимать более безопасно, чем у меня на Гарлеме 125. Потому что там люди не любят, когда их снимают. Очень сильно. А вот колоритный персонаж передо мной идет. Продолжаю съемку. Мы гуляем дальше. Мы на улице Сент-Николас и Хуан Пабло Дуарте. Вот так вот. Вон Пабло. Гуарте и Сент-Николас. Сент-Николас это улица, которая находится возле меня. В Гарлеме. Там, где живу я. В Уэст-Халленд. Ну что, идем дальше. Вон вдалеке вы видите, чувак пасует что-то в черных мешках. Это либо Супер, либо Хэндимэн дома, который сортирует мусор, либо занимается ресайклом, то есть пересортировывает в синие кульки пластик, стекло, железо. Все, короче, что перерабатывается. А черные мешки это гарбач, мусор. И прозрачные мешки это карборд, картон, бумага, все, что с этим связано. И смотрите, какие тоже прикольные домики. Особенно вот этот вот просто школа. Шкула. Школа. И наверху на школе крест животворящий. Прямо возле церкви. Видимо, это какая-то церковная школа. Тоже с Христом. И смотрите, что хочется отметить. Сколько я тут иду, я слышу только испанскую речь. И подруга моей жены, которая ходит с ней на курсы, зовут ее Марисоль, говорит, что она ходит на курсы английского языка только потому, что тут никто не говорит на английском. Она живет 20 лет в Нью-Йорке, в Америке, и не знает английского языка. Хорошо, потому что в ее диаспоре все говорят только на испанском языке. А вот смотрите, просто уличный тренажерный зал. Это просто прикольно. Идешь себе, бац, остановился, покачался, подтягивался, покачал пресс и пошел дальше. Колоритный очень район. Вон вдалеке опять играет латиноамериканская музыка. Просто Нью-Йорк, он многополярен, он контрастен. Это не передать просто-напросто. Вот вам, смотрите, Сантана и статуя свободы. Прикольная такая вывеска. Рэп фигачит на всю. Это модный барбершоп Сантана. Может, Карла Сантана, не знаю кто. И дели, и гроши рядом. С одной стороны от меня мурал красивый, Вашингтон Хайтс. А с другой стороны от меня модный барбершоп, откуда летит вообще на всю катушку рэп на испанском языке. Вот так вот, ребята, а мы погнали дальше. А если ты еще не подписался на мой канал, то сделай это прямо сейчас. Помни, я подружу тебя с Нью-Йорком. Ну что, продолжаем наше турне. Мы идем в Харлем Рива, к реке Гарлем. Хотим ее увидеть, потому что еще ни разу мы ее не видели и не снимали. Сейчас я вырублю камеру, потому что ребята не внушают доверия. Ну смотрите, камеру вырубал, потому что стояли такие типы. Типа. Стояли такие типы, поклеще, чем у меня в Гарлеме. И боялся, что телефон выбьют. Вот модный бутик на первом этаже. Все такое. Пабло. Пабло фэшн. Пабло Пикассо. Вон вдалеке какая-то спортивная площадка и очень интересная конструкция. Обратите внимание, прямо какой-то церковный маяк как будто. Часовенька что ли, непонятно. А вот и Маничелло Мороженщик едет со своей музыкой. Это был мотоциклист, а вон Мороженщик. Из фильма ужасов Оно или что-то типа такого. Он меня заметил, я побежал. Посмотрите, ребята, как чисто, да? Ничего не набросано, нигде нету собачьих экскрементов. Человеческих так тем более. Везде там, ну да, какие-то граффити есть, но везде очень хорошая инфраструктура. И всякие смок-шопы, и вот всякие закусочные на колесах. Джеки Чана там только не хватает. Дели. Продукты. Короче, инфраструктура огонь. Парк. Вон сейчас вот сюда зайдем в этот парк. High Bridge Park. И я думаю, что мы как раз попадем к Харлем Рива. Движемся мы прямо по направлению к этой вот интересной конструкции. Какая-то часовня или башня, что это такое. Может, там сидит принцесса и ждет, когда ее спасет от дракона прекрасный принц. Сейчас узнаем. Ну что, мы уже близко, я так думаю, к Харлем Рива. Хочется сказать, кто не знает, что Харлем Рива разделяет эту часть Манхэттена, на которой находится Гарлем, где живу я, Харлем с Бронксом. Вон то, вы уже видите Бронкс. И сейчас мы увидим мост из Манхэттена в Бронкс. Вот такой вот вид открывается нам. Вот он, тот самый Бронкс. И Харлем Рива. И вот эта интересная конструкция. Короче, ребята, с вами, как всегда, был Влад Мадис. Я стараюсь каждое видео сделать интересным, познавательным и не таким, как у всех на канале. Поэтому, если вам оно понравилось, то ставьте пальцы вверх, становитесь спонсором моего канала, подписывайтесь, делитесь видосами, что еще сказать. Здравия всем! А самое главное, помните, я подружу вас с Нью-Йорком. Всем пока!